Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Серглана Антонова, за режиссёрским пультом Ольга Степанова и Марии Новгородовой. 5 июня экологи России отмечают свой профессиональный праздник. Это специалисты, которые трудятся с расчётом на будущее, чтобы сохранить нашу природу в её красоте и разнообразии. И сегодня они гости нашей студии. Как вы знаете, с 2020 года в России изменились правила любительской рыбалки. Под запретом сети, взрывчатка, капканы, ловушки, удочек не больше пяти в одни руки. И кроме того, появились нормы вылова на одного рыбака. Итак, наша передача сегодня посвящена разъяснению правил рыболовства. И наши собеседники сегодня – это заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства нашей республики Яков Иванович Заравня. Здравствуйте! Здравствуйте! И руководитель отдела по организации и регулированию рыболовства Министерства Прокопьев Анасевич Кирилль. Здравствуйте! Добрый день! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, первый вопрос я хотела бы адресовать Якову Ивановичу. Каково разнообразие и богатство рыбных ресурсов нашей республики? Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Как мы все знаем, что на территории республики насчитывается более 700 тысяч рек и озер. Эта длина составляет более полутора миллиона километров. Значит, рыбохозяйственный фон составляет 9 тысяч рек. И сюда же входят 145 тысяч озер в площади 43 тысяч квадратных километров. Наибольшие рыбохозяйственные значения имеют 5 основных у нас рек. Это Лена, Колыма, Индигирка, Яна, Оленек, Аннабар и крупные их притоки. Так, их чеофан на реках озера Якутии представлено более 100 видами рыб. Основными промысловыми рыбами у нас являются сибирский асчётр, арктический омуль, нельма, муксун, чир, пелят, сик и ряпушка. Так, полномочия Министерства экологии и предопользования лесного хозяйства в Стопкове. Сегодня функции по формированию границ рыболовных и рыбоводных участков входят в наши полномочия. Заключение договоров пользования с водным биологическим ресурсом. Распределение пользования, квад, добыча для традиционного промышленного любительского рыболовства. Также выполняем рыбохозяйственные мероприятия, рыбоводные мероприятия. У нас имеется в нашем учреждении Черношопий рыбоводный завод. Кроме этого, в области рыбной отрасли у нас государственный контроль надзор осуществляет Восточно-Сибирское территориальное управление в Росраболовство. В народе говорят рыбоохрана. А наукой у нас научное обеспечение, это выполняет Якутский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и иконографии. Вот три ведомства у нас занимаются в республике отрасли рыболовства. Хорошо, вот мы сказали в начале нашей передачи, что у нас изменились правила рыболовства. Вообще, в чем была необходимость разработки нового документа? Ну, как мы знаем, уже прошел год, как у нас был принят федеральный закон о любительском рыболовстве о внесении изменений в правовые акты. И согласно которой принята новая редакция правил рыболовства для Восточно-Сибирского рухозяйственного бассейна, и она учреждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в прошлом году, 15 июля. Основные нововведения — это, что жители Якутии разрешено сейчас применять цветные орудия, добыча для общедоступных участков, рамках суточных норм. Ну и орудия лова должны быть пронумерованы, как зафиксированы. Хорошо, мы подробнее об этом сегодня еще поговорим, да, дорогие друзья? А здесь хочу дополнить, да, а если ранее у нас в старых правилах было 28 рыболовных участков, то мы сегодня за этот год смогли создать 572 участка, где могут позволить наши граждане ввести рыболовство. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Сегодня мы говорим о правилах рыболовства, которые вступили в силу с 2020 года. Если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то, пожалуйста, звоните к нам в студию и присоединяйтесь к разговору. Вообще, какие виды рыболовства у нас существуют? Давайте напомним нашим телезрителям и радиослушателям. Ну, виды рыболовства, у нас их насчитывает 7. Это в основном промышленное рыболовство, коим у нас в основном в арктических районах Улусах занимается 162 хозяйствами. Это прибрежное рыболовство, это рыболовство в научно-исследовательских селях, это рыболовство в учебных культурно-процветительских селях, это рыболовство в селях аквакультуры, товарного рыбоводства, это любительское рыболовство и в селях обеспечения ведения традиционного образа жизни коренных молодежных народов Севера. Хорошо. Действительно, настали жаркие летние дни, и заядлые рыбаки готовы выдвинуться к водоемам. У нас поступил телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Добрый день, это Чакурдаг Николай. У нас вот 25 мая по 24 июня как бы запрет на рыболовство. Кроме русла реки Индегирка, вот как понять само слово русла реки Индегирка? И второй вопрос, по нумерации, каждый год менять надо или один раз все-таки? Я отвечу на этот вопрос. Добрый день, спасибо за вопрос. Да, действительно, в Аллаиховском районе с 25 мая по 25 июня, кроме русла реки Лена, запрещается использование светных орудий лова. Это называется период весенний нерестующих видов рыб. Но конкретно вот запрещается именно в притоках, согласно правилам рыболовства, рыболовство в притоках. А в самом русле реки Индегирка, в основном в Арватере, рыболовство разрешается. Это исходя из того, что наука установила такие нормы, что рыбы у нас в основном нерестятся в мелководных притоках, в устьевых зонах. Поэтому они исключили руслы. На русле можно рыбачить. И плюс есть месячник по запрету осенне нерестующим видам рыб с 25 и сентября по 25 октября. Это по первому вопросу. По второму вопросу насчет постановки светных орудий на учет. Да, вот как указывали, вообще доступных в водоемах разрешили использовать светные орудия лова, то есть сети, не воды. При этом эти орудия обязательно в порядке должны быть маркированы и поставлены на учет в органах рыбоохраны. Это у нас Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства. Услуга, она государственная, бесплатная. Очень простая форма бланк заявки. Можете даже удаленно в электронном виде, через электронную почту направить бланк заявки заполненную и получаете номер на каждое орудие. То есть у вас орудия с учетом ЕЧИ разные же, да? Один человек может получить там 10 номеров на каждую сетку, да, допустим. И она бессрочная. То есть вот этот учет, он бессрочный, один раз поставили и всю жизнь можете использовать. То есть каждый год обращаться не нужно, да? Не нужно. Хорошо, мы продолжаем наш разговор и давайте поговорим о норме, да, на одного рыбака. Я знаю, что существует все-таки очень много вопросов, да, у наших телезрителей, радиослушателей. Вообще-то как определяется эта норма и меняется ли она от региона к региону, пожалуйста? Ну, в селях сохранения рыбных запасов, да, Всероссийским институтом рыбного хозяйства были учреждены суточные нормы по регионам. И в каждом регионе оно, ну, разное. Ну, относительно республики нашей, да, там, допустим, основная вот сорная рыба-шука, она получается у нас суточная норма на одного человека 7 штук. Хабаровск, допустим, это 5 штук. А тут учитывается, вот тогда, учитывая наши географии, рыбак имеет, ну, возможно, трехсуточную норму. То есть получается 7 на 3, 21 щука на одного. А учитывая, что мы на рыбалку едем не одни, 2-3 человека, это получается, ну... Умножаем в 2-3 раза. Да, в 3 раза. Ну, а, например, вот, если берем такую рыбу, как карась? Да, основная у нас карась. Карась у нас на одного человека 250 штук. Суточная норма на 3 сутки 750 штук рыбы на одного человека. И учитывая, что, опять-таки, рыбачит не один человек. С дневодом мы не одни ходим, соответственно, там, в принципе, проходит нормальная норма. Ну, по некоторым видам... На одного человека это сколько в кулях мы можем примерно сказать? Про кульку скажут, наверное. Ну, кули 10. Мы считали. Смотря от размера, в России. На некоторые виды были вопросы, да, но по ним, ну, под гунку особо было, мы по ним заказывали научно-исследовательскую работу, и итоги работы они не за один год, за 2-3 года, ежели будут какие-то, возможно, и в сторону уменьшения будут, мы тогда внесем предложение правил суточной нормы. А у нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло. Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Спасибо за вопрос. Это море Лаптевых, наверное, это, ну, скорее, Булунский район, да. По всем водотокам у нас прибрежное рыболовство, и в дельте реки Лена вылоп запрещается, да, и в других устьях крупных рек, потому что устьевая зона, она называется нагульная зона, да, для рыб. Ну, по-простому это детский сад для рыб, которые там нагуливаются, возрастают до промыслового размера. И вылоп, соответственно, он разрешается только в реках, когда вот половозрелые виды рыб выходят на нерест уже промыслового размера, и их можно уже изымать, да, из водоема. В этом случае мы молоть не трогаем, допустим. Молоть сохраняется на гульных зонах, это устья наших магистральных крупных рек. Ну, это по отношению промысловых видов муксун, нельма и так далее, чаряпушка. Прокуп, я допомню, да, у нас, согласно правилам, приложение 3, по-моему, вот как раз Булунский район, Хараулахская, там же включено перечень. Да, исключение сделали для жителей Хараулаха, да, для них есть, открылись специальные зоны, где разрешается рыболовство прибрежное. Потому что это тоже результат работы. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И сегодня мы говорим о правилах рыболовства. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С 2020 года в России сильно изменились правила любительской рыбалки. Под запретом взрывчатка, капканы, ловушки, удочек не больше пяти в одни руки. И, кроме того, определены нормы вылова на одного человека. Итак, сегодня мы говорим о правилах любительской рыбалки. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Телефоны нашей студии 320066, 321166. Мы работаем в прямом эфире. И у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, говорите. Я, да, знаете, я очень, как говорится, живо, которую сейчас выступаю. Живо, охранно, уже живо. Я, Олеговский, родился там и таков. Просто я бы предложил так, это реки единственные, я думаю, что это, я думаю, это таков и Олегово. Самые речки такие, надо их брать в охрану. Только там, вот эти реки, в данном положении эти реки, потому что они передят. Я до Верховья этих рек бывал, я там очень, откуда они берут эти реки. Это из гор, из чистых таких вещей, льдов и льды там есть, в Верховьях. Я там тоже снимался. Поэтому эти, эти очень тихие реки, надо будет, и, конечно, у нас единственное такое, если в советское время там была охранная зона, это значит, это большой природа. Вот до сих пор, вот если там охрана, это хорошо. Хорошо, спасибо вам за предложение, что скажут представители министерства. Это, скорее всего, как предложение, пожелание, да, в действительности, вот, Министерство экологии и предопользования, это уполномоченный орган, который, в действительности, непосредственно, вот, охраняет данные участки, да, в том числе, хочется сказать, что республика 37% это особо охраняемая природная территория, вот, которую товарищ тоже озвучил. Вот, а по тем мероприятиям, где есть загрязнение рек, мы, в действительности, принимаем меры и, согласно КАП Российской Федерации, принимаем там меры и засчитываем ущербы. Работа проводится. Ну что же, мы продолжаем говорить о правилах любительской рыбалки. Так, всё-таки, где сегодня можно рыбачить любителям рыболовом? Да. Давайте, Прокопий Анатольевич. Как напоминали, раньше было 28 всего участков, почти доступно, да, где можно было сеткой рыбачить. И сегодня их намного больше. Это речных 177 участков и озёрных 365. По поводу речных участков, это мы по всем районам сформировали, да, совместно с федеральным органом власти, Росраболостом и с нашей наукой рыбохозяйственной. И эти участки имеются в правилах рыболовства, в приложении номер 3 правила рыболовства. Допустим, у Якутска прямо есть участок на реке Лена, называется Якутск. Граждане там могут после постановки на учёт сетки свободно и бесплатно рыбачить в рамках суточных норм, добывать рыбу. И для информирования граждан министерством разработана программа, ну, на официальном сайте природы Якутии, для удобства граждан. Мы разработали картосхему, где у нас, ну, визуально всё видно, там границы, верхняя граница, нижняя граница и описание. Какие виды можно вылавливать, там есть информация вся необходимая. Поэтому гражданам можно зайти в этот сайт, природоякутия.ру, и смотреть вкладку «Общедоступные рыболовные участки». Ну, если мы говорим... Я здесь дополню, да, действительно, всё очень удобно, да, сейчас граждане могут перед тем, как выехать, посмотреть, где разрешено, чтобы потом не нарушить правила. И хочется сказать, что при формировании таких участков, это очень долгий процесс процедурный, да, где мы согласовываем с Росраболовством. И данные участки мы непосредственно рекомендательного характера предложения берём с улучства, районах, где у нас созданы советы по охоте и рыболовству. У нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я Сематяня Ахминского района, жительница Гамшева Надежда Ивановна. У меня вот такой вопрос. У нас вот золотодобытчики, то ли Нерингри Металлик, то ли какая организация, вдоль реки Топка, вверх, они сделали дорогу. Вот насчёт экологии. Вот эту дорогу золотодобытчика убрали или нет, или так стоит? Там же вверх реки Нерец же идёт. И ещё один вопрос. Вот на одного человека насчёт щуки сказали. А вот один день на одного человека ленок сколько будет? Спасибо за внимание. Спасибо за вопрос. Ну, по первому вопросу, у нас в социальных сетях, в отца, в Метчжерах достаточно много было разговоров. Да, мы своевременно сразу отреагировали. И по данному вопросу, и по нескольким статьям были возбуждены административные материалы. По нанесению вверх, да, водмаклотворим по лесному и этому. Там действительно административные меры приняты. И дорога убрана. Так, по ленку, по ленку, если у меня, по-моему, пять или четыре. Одна штука. Одна штука. В Валёквинском районе. А там по районам разные, поэтому вот руководитель. Ну, по ленку действительно одна штука. У нас разрешается суточная, ну, с учётом трёхсуточной нормы, это три, да, можно сказать. Три рыбки. Три рыбки, которые можно вывозить из места рыбалки, мест рыбалки. Ну, по этим... Обраничение такое вот по количеству, с чем связано? Да, правила рыболовства, они постоянно меняются с учётом запаса водных биоресурсов. Поэтому эти запасы, они не как бы не памятник, да, могут изменяться, могут дополняться, наоборот, могут снижаться. Здесь я хочу дополнить, да, в действительности у нас некоторое время был коллапс именно изучения водных водоёмов, наука, да. И в прошлом году у нас правительство республики заключило соглашение с Российским вот институтом рыбного хозяйства и иконографии. И у нас филиал, который работает, сейчас у нас планово будем потихоньку все водоёмы изучать. И, как было сказано, правило это не догма, по нему могут бестись извинения. А нам дают знак, что поступили телефонные звонки, сразу два, давайте их примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Можно вас? Да, слушаем вас. Вот очень хороший, нужный вопрос поставить. Но я поздно подключился. Потому хотел уточнить ещё раз насчёт этой выдачи бессрочного там лимита, разрешения по сетям. Там 10 штук, где сказали. И потом по неводу, так? Это если я миг на конглазском, просто рыбак звоню. И сроки запрета к расчёву, а также речных рыб. Это начинается, когда заканчивается. Хорошо, мы поняли Ваши вопросы. Ещё у нас один телефонный звонок. Алло, давайте примем его. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Здрасте. Здрасте. Это из Якутска, Зинаида Ивановна. Я хочу... У меня вопрос. У нас рыбозавод есть же в Якутске, да? Рыбозавод. И вот очень мало продукции выпускают местные, вот из местных рыб. Почему бы не делать консервы в стеклянных банках? Не в железных, а в стеклянных. Или стейки бы делали, стейки. Ну вот прямо приготовить. Хорошо было из местной рыбы готовить. Хорошо. И привозной. Спасибо Вам за вопрос. Давайте, наверное, с первого начнём. Ну, гражданин Смегин-Канглазского района, сроки запрета у нас начались с 15 мая по 15 июня. То есть через 11 дней уже можно будет использовать сетные орудия, в том числе и в Карасевых озёрах, и на речных участках, общедоступных. Это по Мегин-Канглазскому. По маркировке. Да. По маркировке у нас, как сказал, ну, неограниченное количество орудий можно поставить. В том числе, кстати, якутский кувир тоже обязательно в порядке надо ставить на учёт. Взять номер рыбака-любителя, ну, номер орудия, скажем так, да. Почему вообще вот стали орудия лова учитывать и маркировать, да? Орудия лова, они как бы орудия добычи животных, да? Допустим, мы ружьё на учёт ставим. Да, обязательно регистрируем. Почему бы и сетные орудия не ставить, да? И плюс по всей России у нас сетные орудия, сетные орудия остались только на северах, в Арктике. У нас вот... Ну, регулируется это по одному закону, закон в животном мире. И поэтому в любом случае орудия лова должны быть зафиксированы и должны быть как бы на контроле. И следующий наш звонок, который говорил о продукции. Почему всё-таки спрашивают мало нашей местной рыбы? Да. По Якутску у нас по Министерству экологии полномочий по производству рыбной продукции нету. Мы только организуем рыбалку, а производство продукции – это, скорее всего, Министерство сельскохозяйства. Но всё-таки я скажу, как, ну, с точки зрения, да, у нас в Якутске достаточно цехов, считаю, которые выпускают местную продукцию. Это зависит от спроса. Если спрос будет, да, у граждан на рыбу, да, соответственно, и предложение... Ну, и от самих предпринимателей, наверное, тоже зависит. Да, мы вот орган, который вот организовывает рыбоохрана, надзор, наука, а ещё четвёртый орган, Минсельхоз, это чисто товарное рыбоводство, на вот то, что было озвучено. И государственная поддержка. Да, и государственная поддержка, вот субсидии как раз таким товаропроизводителям выделяются. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. И вот мы говорили о рыбопромысловых участках, а получается ли тогда, что Новый Закон совсем отменяет платную рыбалку? Или как? Если у нас получается любительская рыбалка в основном свободная и доступная. Тут свободная рыбалка на общедоступных участках, которые мы вот отметили, да, там можно добывать все виды рыб, кроме сибирского осетра. Сибирский осетр у нас занесён особо ценным видом водного бирсуса является, поэтому её можно добывать только на рыболовных участках, сформированных для организации любительской рыбалки. Таких участков раньше у нас было несколько, много по всем, ну, по основным районам. Они, срок аренды для них закончился в прошлом году, поэтому они расформировались. И мы, вот министерство сейчас формировывает новые рыболовные участки с учётом уже нововведения законодательства правил, нового права рыболовства, да. На сегодняшний день по конкурсу Росрыболовства предоставлены два участка в Кобяйском районе. Это река Лена, Сангар называется, Итангар-Лях. И там организатором является федеральное учреждение главы рыбод. Гражданам реализовывают путёвки, и в том числе на сетра на 10 дней. Здесь хочется вот немножко вот дополнить, да. Раньше, если вот такие участки были закреплены по итогам конкурса за якут-рыбодом, то в конкурсе могут иметь правое участие каждый. Как бы хочется, чтобы из Сулуса принимали участие вот на вновь организовываемых участках. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И сегодня мы говорим о правилах рыболовства. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С 2020 года в России сильно изменились правила любительской рыбалки. Под запретом взрывчатка, капканы, ловушки, удочек не более пяти в одни руки. И кроме того, определены нормы вылова в одни руки. Итак, сегодня мы говорим о правилах любительской рыбалки. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. А я напомню, что сегодня в студии у нас сотрудники Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства нашей республики. Давайте продолжим наш разговор. Если любителям рыбалки разрешают рыбачить, например, только при каком-то определенном условии, да, это аренда лодки, снастей или домика, да, то будет ли это нарушением или нет? Действительно, вот летний сезон наступил и многие предлагают, так скажем, рыболовные туры. Ну, здесь в случае, если у лица, да, который оказывает такие услуги, имеется на руках договор о предоставлении рыболовного участка на данной территории и квота, соответственно, на организацию любительской рыбалки, то он вправе организовать платную рыбалку в пределах арендованного участка. Если соответствующих документов нет, то, соответственно, это неправомерно требовать у людей. Ну, надо сказать, что у нас есть желающие такими видами заниматься, уже заявляются. А что Вы можете сказать о способах лова? Вот здесь какие-то запреты, ограничения? Да, запреты в основном старые, которые есть, но единственное нововведение, то, что вот мы уже говорим, если сетные орудия, они не пронумерованы, если они не прошли регистрацию, то запрещено ими пользоваться. Кроме этого, вот, как и раньше, способом глушения добыча запрещено, установку рождественных видов заграждений, ну и спуск объектов в руках хозяйственного значения, вот, вводных объектов, спускать озера тоже ни в коем случае не положено. Ну и вот подсветка, то есть через фарами, этими тоже использование светильных приборов, фонарей, с поверхность, ну, тоже запрещено, получается. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Для того, чтобы вам купил сеть или не вот, или у себя имеется, куда-то надо тащить, да, для регистрации, или как? Ага, спасибо за вопрос. Тащить не надо, бланки заявления о постановке на учет указываете размер сетки, длину, ячью, высоту и все. У нас еще один телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Угу, так, сорвался телефонный звонок. Еще раз напомним, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Вообще, какие еще новинки появились в правилах любительского рыболовства? Может быть, что-то мы упустили? Ага, новинки. Это в правилах любительского рыболовства раньше, можно сказать, раньше в старой редакции у нас географических координат не было. То есть запрет на зонт, ну, вот эти, начало участка, конца участка. Поэтому сейчас все это упорядочили, указали все географические координаты, точки, поэтому очень удобно стало и для назорных органов, и для рыбаков. А коснулись ли изменения в законе традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера? Ну, тут, да, традиционное рыболовство это совершенно другая тема, ну, другой вид рыболовства, так сказать, да. Поэтому регламентируется он федеральным законом о рыболовстве и сохранении водно-биологических ресурсов. А конкретно регламент у нас утвержден Минсельхозом России, приказом. И там совершенно другие регулировки. А вот этот новый закон, он никак не затрагивает традиционный рыболовство. Ну, там в направлении у нас работа организована, и вот до 1 сентября уже, который, да, попадает? Да, если вкратце сказать, то до 1 сентября мы ежегодно собираем заявки от коренных малочисленных народов Севера и их общин. И, соответственно, распределяем, ну, в конце года распределяем для них квоту, то есть каждому. Ну, и вот то, что я говорил, у нас 162 рыбопромысловые участки хозяйства занимаются, в том числе и туда и входят родовые общины и коренных малочисленных народов Севера. Ну, в 21-м, в этом году распределили 1400 человек коренных малочисленных народов Севера, 510 тонн рыбы по всей республике. Хорошо, мы с вами не сказали о штрафных санкциях. Телефон слушаем или что? Да, давайте, примем телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Так, опять сорвался. Давайте продолжим разговор о штрафах, да? Так, за незаконную добычу вводным биоресурсам утверждены постановления правительственной федерации. Они еще в 2018 году приняты. Ну, конечно, здесь, надо сказать, они очень серьезные, да? Если по промысловым видам остановиться, это один экземпляр. Караси, лес, плотва, окунь. Тугун стоит 250 рублей. Таймень – 10 635 рублей. Чир, муксун – 3 640 рублей. Омлино, харвиш, щука – 925 рублей. А осетр стоит 160 456 рублей. Вот такие у нас суммы. Вот в WhatsApp ходит очень много информации, да? Говорят, что вот штрафуют людей на очень большие суммы, крупные штрафы. Вот давайте все-таки объясним, да? Что здесь относится к штрафам? Что, например, называется усербом, который присоединяется нашей природе? Мы, санкции, мы, ну, в данном случае у нас рыбоохрана, Росрыболовство, филиал Восточно-Сибирско-Традиционное управление. Это их неполномочия. Они руководствуются КАПом Российской Федерации, где штрафы там, ну, рамка установленных сумм. А ущербы вот уже, получается, по становлениям они уже такие серьезные получаются. Ну, вот мы можем привести пример, например, ну, поймал человека-седра. Вот в этом случае какой штраф он заплатит и какой ущерб он заплатит в этом случае? Штраф, ты не знаешь. Ну, штраф, тут скажем, что по Уголовному кодексу Российской Федерации, если ущерб нанесен в размере более 100 тысяч рублей, то уже, ну, по статье 256 Уголовный кодекс уже возблюдается дело, да? Если, допустим, гражданин выловил одного осетра, не имея разрешительных документов, то, соответственно, предъявляется штраф и ущерб отдельно, да, в размере вот 160 тысяч рублей. Если 10 осетров, то уже на 10 умножать, то очень большая сумма, поэтому гражданам необходимо... Вот отсюда и получается, да, сумма большого ущерба. Да, здесь надо отметить, что Российской Федерации, вот, сибирская осетра, она занесена в Красную книгу и она запрещена пылопрыбы. У нас только на реке Лена, это ниже поселка Сангар, Жиганск и Тикси, имеем мы промысловую квоту, 17 тонн, по-моему, да? Да. Да, поэтому здесь уже в рамках промысловых участков наши рыбаки могут промышлять сибирским осетром. У нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Город Кикутск. Я хотел спросить, я не расслышал, но если я хочу поехать на выходные с семейной рыбалкой, какие документы нужны? И сроки рыбалки есть, и если нужно документы, куда надо подойти? Спасибо. Так, тут я отвечу, да? Ну, на общедоступном участках, это имеют в виду на реке, наверное, да? Общедоступном участках может рыбачить люди бесплатно и свободно с использованием сетных орудий во время разрешенного периода. Кроме нереста. Кроме нереста, ага. И берут с собой сетное орудие, если они сеткой пользуются, да? Поставлено на учет в органах рыбоохраны. То есть, бирку делается размером 10 на 15, и туда вписывается ФИО, гражданина, паспортные данные и номер этого сетного орудия. И прикрепляется к верхнему подбору вставной сети, у нас вставная сеть пользуется, да? И идет, рыбачит, вставит. И в течение дня в рамках с уточным норм добывает рыбу. Уточка, уточка, спиннинг без запрета. Если техник, автотранспорт в техническом хорошем состоянии, то в водоградных зонах тоже расположение возможно. Давайте еще раз повторим для наших телезрителей, радиослушателей, где можно почерпнуть дополнительную информацию, посмотреть нормы и так далее. Ну, самое первое, это правила рыболовства. Надо посмотреть, изучить. Они утверждены приказами Цельхоза России за номером 347. Можете любую доступную информацию найти, даже на нашем сайте есть. И плюс насчет этих карт участков, заходите на сайт природоякутия.ру и смотрите визуально, какие общедоступные участки у нас есть. Да, вот хочется обращение делать уважаемым рыбакам-охотникам. Данное приложение РГИС-ППОС, региональный РГИС-портал Министерства охраны, это очень удобно. Там не только рыболовные участки, там и охотничьи угодья, там и собоохраняемые природные территории, там и где недропользователи. То есть, заходя туда, там несколько слоев листов и полностью информацию можно получить. Ну что же, как мы говорили, завтра будем отмечать День эколога, Международный Всемирный день охраны окружающей среды. Я думаю, что у вас есть поздравления для коллег, для тех, кто работает в этой отрасли. Да, в преддверии Всемирного дня окружающей среды хочу поздравить всех граждан нашей республики, Всемирным днем охраны окружающей среды. Ну и с Днем эколога у нас, это в Российской Федерации День эколога отмечаем. Хочу поздравить всех своих коллег, ветеранов нашей отрасли. Всем хочу пожелать здоровья, добра, благополучия. Ну что же, дорогие друзья, мы благодарим наших участников передачи за очень интересный и содержательный разговор. Сегодня мы говорили о правилах любительской рыбалки. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания, до новых встреч. С наступающим праздником Днем эколога. Субтитры создавал DimaTorzok